Торжественный митинг на Аллее Славы в честь 78-й годовщины победы в Курской битве, а также в преддверии профессионального праздника железнодорожников. В годы войны они охраняли крупнейший транспортный узел страны от фашистских захватчиков, доставляли боеприпасы, продовольствия. Порой ценой собственной жизни восстанавливали пути. Для нас, для курян, это знаменательное событие. Потому что именно на нашей земле, именно в эти дни, ровно 78 лет назад, решалась судьба человечества. Именно благодаря мужеству, стойкости и героизму наших предков, мы сегодня имеем удовольствие жить, наслаждаться этим солнечным небом, воспитывать своих детей и внуков. На перроне гостей ждал поезд победы. Внутри – особенная атмосфера. И мы были в нашей деревне оккупированы. Слава Богу, что в 43-м году нас освободила советская армия, и мы приступили к мирному труду. В агоне звучали песни военных лет, те самые, которые грели души и поднимали боевой дух солдат в самые тяжелые моменты. О, высокий берегок Амура, часовые родины стоят. Первая остановка по пути – станция Золотухина. Возложение цветов и венков к мемориалам. Далее – по норе. Два года назад ЖД-станция была реконструирована. В честь 78-й годовщины данного сражения, Дня Победы, мы реконструируем и реставрируем объекты железнодорожного транспорта, чтобы любой пассажир, который едет по железной дороге, пребывая на ту или иную станцию, чувствовал гордость за наш народ, за те события, которые проходили здесь. Здесь мы видим, какой большой живой интерес у жителей Курской области к этому событию, у молодежи. И наша задача как раз такими акциями – передать священную память, которую мы храним в своих сердцах. Наша задача – увековечить имена героев, имена всех тех, кто ковал в эту победу. С губернатором целый день путешествовал и Леонид Агурбаш. Такую возможность он получил, победив на конкурсе «Лидер 46». На самом деле, хочу поблагодарить администрацию губернатора, да, и кто проводил конкурсы. Они дали уникальную возможность провести целый рабочий день с губернатором. Это, оказывается, очень тяжелый день, это очень насыщенный график. Просто сложно представить, как работать в таком ритме, постоянно можно, да. Также утро началось с пробежки, с зарядки, зарядились позитивом, скажем так, и дальше уже по рабочему графику. Самое ценное, то, что дают подобные конкурсы, это расширение круга единомышленников. Наверняка и в конкурсе «Лидер 46» ребята нашли себе новых друзей, новых партнеров для бизнеса, ну и, конечно же, наставников, с которыми они дальше будут идти по пути. 30 июля поезд «Победы» вновь отправится в рейс. Состав пройдет по маршруту Курск-Кшень. Виктория Шуваева, Алексей Еременко. События дня.